Приветствую вас, друзья, и мы продолжаем играть в MySummoCar. Я тут немного застопорил движение и не даю Леониду проехать. Он все пытается, смотрите, меня вытолкнуть с проезжей части. Ладно, уговорил Леонид. Так. Только меня не задави, братан. У него уже отслаивается лобовуха. Отлично он меня засветил. Прямо в тачку. Так, я глушился, да? Вот смотрите, он продолжает меня выталкивать, потому что я снял ручник. Так, включаем вторую. То есть вырубим музыку, что-то орет слишком. Так, и мы освобождаем ему путь. Он уезжает. Сегодня, короче, друзья, будем проверять наш автомобиль. Закончил ли работу механик. Для начала мы поспим. Все-таки дождемся утра. Хоть и нашему персонажу не особо хочется спать. И будем уже копаться в автомобиле, разбираться. Если проблема до сих пор не ушла, поставим, возможно, новый ремешок. Если он предыдущий у нас порвался. Так. Все у нас самое необходимое в тачке есть. Да, ключи у нас тоже здесь. Так что ложимся спать. Давайте... Хотел я попить водички, но, в принципе, пить не особо хочется. А, нет, блин, поспать-то мы ни хера не сможем, друзья. Потому что... Да, заднее сидение сатсумовское я снял. А в маслокаре никак не поспать. Нам придется сейчас ехать. Блин, ехать к универсалу для того, чтобы поспать. Почему я не взял на этот раз гребанное сидение заднее сатсумовское? Или хотя бы... Хотя бы сафу, хоть что-нибудь. В итоге мы теперь поспать у механика не можем. Так, главное, не наехать на наши инструменты. Ну, ладно, в принципе, недалеко здесь. Недалеко до универсала. Но придется прокатиться в очередной раз. Поспим, а потом будем возвращаться. Лучше даже в нашем уютном доме поспать. На прекрасной жесткой скамеечке. Так, и просыпаемся мы глубоко ночью, друзья. В 4 часа ночи. Ладно, я сейчас засейвюсь тогда. И буду отправляться уже к механику. Ну что же, давайте тестировать наш автомобиль. Я, наверное, пока ничего не буду перекидывать из маслкара. Будем использовать маслкар как хранилище. Можно только взять телефон на всякий случай. Хотя, зачем он нам нужен? Ладно, пока все оставим там, друзья. Вот так вот выглядит теперь наш автомобиль в новой расцветке. Ну, хотелось бы... Ну, немножко другой цвет. Я хотел, конечно, опять в очередной раз. Смотрите, покрашены также диски. И даже не такой цвет. Мне темнее я хотел, а немного что-ли бледнее как-то так. Но получился очень сочный цвет в итоге. Так, ладно. Залезаем в тачку. Давайте попробуем покатать немного. Заводимся. Понял. Все, приехали, друзья. Не успели покатать. Так, ладно. Я не знаю, что сделал механик. Но, похоже, он нам оттюнинговал машину как следует. И, судя по всему, сел аккумулятор. Может быть, я не выключил фар или что-то вроде того. Аккумулятор сел. Хрен его знает. Так, ну, под капотом у нас тут все более-менее нормально. Даже ремень, смотрите, целый. Я думал, он порвался. Давайте сейчас отключать тогда аккумулятор. Менять его. У нас все с собой, естественно. Так, где аккумулятор, кстати? Или нет? Я же брал с собой. Да, вот он, вот он. Я специально один аккумулятор взял и, видите, не прогадал. Так, ну, поехали. Не помню, какой там ключ нужен. На 8. Или на 9. На 8, по-моему, да? И начинаем откручивать с минуса, а прикручивать будем с плюса. Надеюсь, проблема в аккумуляторе. Так, я точно тот болт сейчас выкручиваю? Нет, я какой-то другой начал выкручивать болт. Да. Хорошо, что я его полностью не открутил. Так, выкручиваем второй. Снимаем аккумулятор. Ну, наверное, проблема только начинается, друзья. Даже если аккумулятор у нас был севший, мы сейчас поставим новый. Откручиваем его. Все будет замечательно заводиться. То, я думаю, нас дальше ожидают другие проблемы. Так, заворачиваем два болта. Ну, скрестим пальцы и надеемся, что все будет хорошо. Что механик настроил, оттюминговал как следует. Все и настроил. А где, кстати, капот? Вот он. Главное на него не наехать теперь и не помять. А то он у нас... Ну, в любом случае, мы, конечно, помнем кузов автомобиля, потому что будем участвовать в заезде в ралли. Да. Мулятор был севший. Машина не заводится, правда. Так, завелась. Посвистела немного. Я пытаюсь прислушаться к звуку. Вроде не свистит ничего. Датчики, кстати, у меня не работают. Они так должны себя вести. Почему они не работают? Мне их надо питать. Я думал, достаточно будет просто присобачить. Везде нулевые показатели, смотрите. Ладно, не важно. Давайте проверим все-таки работоспособность нашего автомобиля. Если что, я засейвился. Правда, потом придется снова поменять аккумулятор. Так, и сейчас немножко проедемся. Давайте на асфальт даже выйдем. Я пристегнут был. Первая передача. Я погромче сделаю звук у себя. Ну. Вроде ничего не свистит, не пердит. Но какой-то звук странный есть. Хотя, может быть, он и раньше так и был. Как будто двигатель подкашливает немного. Блин, очень странный звук. Я не помню, что у меня вообще такое было. Но может из-за того, конечно, что я выкрутил громкость. Да, вот сейчас такого звука нет. Возможно, это отъезды по грунтовке. Ну, смотрите, тачка не пердит. Быстро разгоняется. По крайней мере, на асфальте. Ведет себя нормально. Но в один прекрасный момент, скорее всего, порвется ремень. Так что, наверное, лучше сейчас его заменить, друзья. Так, ладно, останавливаемся. Назбрасываем передачу. На второй развернемся. Аккуратненько. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Как рвет-то с места. Посмотрите. И возвращаться будем потихонечку назад. Машину такое ощущение, что клонит все-таки немного в сторону. Но, возможно, это на асфальте. Да, ее сносит. Не знаю, может быть, развал схождения все-таки механик дерьмового настроен. Я ему доверяю, конечно. Потому что самому копаться не хочется. Ладно, давайте, раз уж я засейвился, и мы уже здесь немного прокатились, может быть, снова повысился износ некоторых деталей, Давайте устроим эксперимент. Сейчас возьмем и воспользуемся нитроускорением. Допустим, с третьей передачи, наверное, выйдем напрямую сейчас. Зачем я ваткнул вторую, непонятно. Выйдем напрямую куда-нибудь. Вот сюда, наверное, в эту сторону. Проедем сейчас мост. И чисто потренируемся. Сможем ли мы нормально пользоваться нитроускорением? Только надо сначала, наверное, подкрутить значение в баллоне. Сможем ли использовать мы нитроускорение вот здесь вот на грунтовке во время езды ралли? Да еб твою мать. Опять Леонид. Вы только смотрите, как жмет. Так, втыкаем вторую передачу. Сейчас вот здесь вот ставим нейтралку. Выходим. Я не помню, как там подкручивать значение в этом баллоне. Сейчас, наверное, мы узнаем. Просто ни хера не вижу. Да. Все, вспомнил. То есть вот это вот максимальное значение, то было минимально. Давайте где-то вот так установим. Этого, мне кажется, будет достаточно. Теперь мы трогаемся с места, пристегиваемся. Первую передачу втыкаем. Втыкаем вторую. Втыкаем третью. А какая кнопка отвечает за нейтрое ускорение? Т, по-моему, да? Ладно, давайте этот участок все-таки проедем нормально. А то здесь очень легко вылететь. Доедем до более-менее прямого. Чтобы узнать, сможем ли мы воспользоваться. Ну, здесь не особо прямой, конечно, участок. Давайте еще немного проедем, друзья. Здесь, мне кажется, и без нейтрое ускорение можно ехать. А вот потом, там, дальше будет действительно достаточно прямой участок. Да, я теперь гораздо быстрее разгоняюсь. По крайней мере, по сугубо личным впечатлениям. Субъективно. Просто на спидометр я сейчас не смотрю. Но, по-моему, и по спидометру мы тоже разгоняемся быстрее теперь. И, возможно, это наш шанс хорошо улучшить время в ралли. Правда, придется теперь ждать, пока ралли начнется. Ну, вот смотрите. Втыкаю. Да, нормально. Можно пользоваться. Только нужно на какую-нибудь другую клавишу назначить. Не очень удобно тянуться на Т второй рукой. С другой стороны. Может быть и нормально. Делаем четвертую передачу, ставим. Нитроускорение. И мы хорошенько ускоряемся здесь. И вот по этому маршруту можно уверенно ехать до подъема. Хотя я даже выдержал. Удивительно, но машина стала вести себя великолепно просто. И держать дорогу. А, ну из-за подвески, конечно, да. Из-за подвески. Я теперь даже могу на четвертую передачу здесь успевать переключиться. Раньше я больше третий не ездил в ралли. Теперь все замечательно. Так что, друзья, немножко тренировки. И у нас есть неплохой шанс выиграть даже с первого раза, возможно. Если я сконцентрируюсь, возьму себя в руки и буду действовать по плану, по тактике. А план такой, друзья. План простой на самом деле. Мы на извилистых участках едем на третьей передаче. Спокойненько. Особо не разгоняюсь. На длинных участках мы втыкаем четвертую и даже втыкаем нетрудскорение. Но перед первым же подъемом мы сразу тормозим. Сбрасываем до третьей скорости, чтобы не прыгать, не скакать. И также перед каждым опасным поворотом мы тоже тормозим и чуть ли не останавливаемся. Можно даже до второй передачи. Вот. Но благодаря тому... Мы будем терять, конечно, время на поворотах, на подъемах из-за того, что тормозим резко. Но благодаря тому, что на длинных участках мы очень быстро будем разгоняться, мне кажется, мы все равно покажем хорошие результаты и максимально безопасно при этом. Так. Ну, короче, покатались. Давайте нейтралку воткнем. Протестили машину. Работает замечательно. На удивление. Немножко сносит, но ничего страшного. Можно посмотреть даже. По колесам. Да хер его знает, на самом деле. Вроде замечательно. Ремень до сих пор здесь, но я его заменю, пожалуй, друзья. Да, сейчас давайте загрузимся. А то мы уже обкатали, чтобы эта обкатка не засчитывалась. Может быть, там поршни еще больше износили. Хотя я там заказывал полный ремонт двигателя. Может быть, и поршни уже починились. Хрен его знает, друзья. И не обязательно устраивать капиталку. Теперь, скорее всего, так и есть, на самом деле. Так что можно, в принципе, и не загружаться. Но, наверное, мы все же загрузимся, чтобы машина снова была в идеальном состоянии. А то я тут еще и на высоких оборотах подкручивал. Давайте поменяем ремень. Аккумулятор я снова поставил. Там нужна, по-моему, отвертка. Берем отверточку. Короче, механик, похоже, друзья, со своей задачей справился. Так, ладно. Откручиваем вот этот болт. Аккуратненько. Сейчас ремень максимально натянут. Он менял интересное расстояние. Механик. Ремень не максимально был натянут, друзья. На два раза потом. На два отклонения еще. Так что сделаем то же самое сейчас. Так, в таком случае крутим. Может, он и ремень починил, на самом деле. Раз он там все с двигателем. Полный ремонт двигателя совершал. Но, ну ладно, на всякий случай. Мы поставим новенький ремень. Так, аккуратно. Да еб твоим... О, была галочка. Давай, галочка. Вернись. Я не хотел себя терять. Так, и теперь мы отклоняем до конца. Натягиваем максимально. И потом два раза... Два оборота назад. Все, максимально есть. Раз, два. Сейчас перепроверим еще. Раз, два. Все. Теперь можно аккуратненько закручивать этот болт. Но выбрать лучше другой ракурс, чтобы случайно не крутануть. Вот такой вот. Да. Все, ремень поменяли, друзья. Можно возвращать капот тогда. Чтобы не отвалился случайно аккумулятор. От толчков различных. Так, что, капот-то не хочет ставиться. И будем, наверное, уже ехать в город и там скипать время. Чтобы начать уже участие в ралли. Сейчас тогда тачку укомплектуем. Что у нас в салоне осталось? Ничего. И это замечательно. Но ключи мы с собой возьмем. Выложим их потом в магазине где-то. Ну, возле магазина, я имею в виду. С собой. Можно ничего не брать, на самом деле. Только кейс возьмем. Кейс нам еще нужен, чтобы продукты покупать. Перекладывать я уже объекта не буду. Там на месте все приобретем. Все, что необходимо. Телефон нам больше не понадобится. Мы его даже и брать, на самом деле, не будем, наверное. Пусть здесь валяется, я думаю. Ну и все, да. Больше нам ничего и не нужно. Только в дорожку. Немного еды, разве что. Сейчас будем аккуратненько перемещаться в город. И там уже последний этап подготовления пройдет. Так, сейчас мы проверяем снова, все работает или нет. Вот первый раз машина долго заводится. Так, ручник убираем. Сдаем назад. Как она рвет. Теперь первая передача и глохнем. Заводимся снова. Первая передача. И едем уже нормально. Сразу втыкаем вторую. И отправляемся. Может по асфальту прокатиться? Ладно, не будем мы, наверное, по асфальту. Поехали, так, друзья. Сразу втыкаем третью. Можно последить сейчас за спидометром именно. Это звук, видимо, бьющиеся травы, типа, или камней. О, днище. Просто я, типа, погромче себе сделал и уловил некоторые новые звуки. Так, ну вот третья передача. Мы разгоняемся. Буквально небольшой участок мы преодолели. Тихо, 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 тихо. Надо все же контролировать ситуацию. Буквально небольшой участок мы преодолели за считанные секунды и разогнались до 100 километров. Так что с разгоном действительно ситуация улучшилась. И, возможно, 5 минут 50 секунд это уже реальное для меня время. Но с первого раза, естественно, не получится. Будет, наверное, три тренировочных заезда или около того. Тем более мы будем использовать нитроускорение. Я надеюсь, не дают никакие штрафы за использование закиси. Надеюсь, что нет. И где-то, наверное, с четвертой попытки начнем уже нормально. Ну, наверное, с третьей попытки начнем уже нормально на концентрации. Ехать аккуратно, при этом сильно разгоняясь на больших продолжительных участках. Как, собственно, и планировали. А дальше уже по ситуации будем менять наш план, нашу стратегию. Будем изменять. Научиться на ошибках. И посмотрим, какое время удастся показать. Друзья, мне кажется, в итоге должен выйти неплохой результат. Машина у нас, по-моему, хорошо настроена. Я, по крайней мере, на это надеюсь. Ну и по своим личным ощущениям я в этом все убеждаюсь. Так что сейчас мы уже аккуратненько доедем осторожно до города. Надо бы снять еще передний бампер, наверное. Я его так и не снял. Да, сейчас доедем до города, снимем передний бампер. И будем скипать время до радио уже непосредственно. И потом у нас останется только компьютер. После того, как мы выиграем золотой кубок, останется только компьютер. Как раз напоследок мы поиграем во что-нибудь, соберем компьютер, подключимся к интернету, во что-нибудь поиграем. И все, на этом наше прохождение будет уже закончено. Но не знаю, как скоро это случится. Успею я все-таки до нового года, до конца декабря или нет. Не знаю, надо посчитать уже сейчас количество отснятых серий и так далее. Так, подъезжаем, вторую передачу втыкаем. Что у нас там по топливу, кстати, также нужно будет посмотреть. Кормозим, ручник ставим, глушимся. Полный бак, по-моему, у нас был. Где-то так. Можем, конечно, прочекать на всякий случай. Уточнить. Открываем крышку бензобака. А магазин-то у нас закрыт, потому что он с 10 у нас работает. Так, да, передний бампер давайте, пожалуй, снимем. Хотя, с другой стороны, противотуманки же на бампер как раз-то и крепятся. Так что, если мы снимем сейчас передний бампер, мы снимем и противотуманки. И потом, возможно, их заново придется подключать, хрен его знает. Ладно, тогда не будем пока снимать. Если отвалится по дороге, когда мы будем участвовать в роли, хрен бы с ним. Дрожит у нас опять капот. Как быстро проезжает дядя Туля. Давайте настроим снова подачу закиси. Где-то вот так вот, я думаю, будет уже нормально. Нам многое не нужно. Нам небольшой лишь толчок необходим, чтобы сэкономить пару секунд на прямых. Ну, в совокупности мы, наверное, сэкономим очень многое. Ну и все, друзья, в таком случае давайте заправим наш автомобиль. Да, почти полный бак был. Заправляем полный бак тогда. Мы уже подготовлены. Сейчас выложим некоторые предметы. И будем ждать уже субботы. Первого субботнего заезда. И, возможно, мы уже недалеко от нашего золотого кубка. Так, деньги. Мы пока временно вот сюда вот сложим, я думаю, предметы, чтобы никто их не втоптал в землю. Так, ключи мы тоже убираем, чтобы во время заезда... Ну, во время самого заезда они мне точно не пригодятся. Можно их потерять, подпрыгивая с кочки на кочку. Так, и все, да, в салоне у нас больше ничего нет. Закрываем дверь. Главное, чтобы эти бичи теперь не вхерачивались в мою машину. И вот теперь с уверенностью мы можем сказать, что автомобиль готов к заезду Рарли. Друзья, мухи задрали меня. Я, наверное, сгоняю и скупаюсь в озеро. И... Ну, или сейчас лучше не купаться, потому что я буду скипать время. Шкала снова заполнится, да. Под конец, короче, и скупаюсь, чтобы мухи нас не отвлекали от заезда. И потом будем в следующей серии уже участвовать. А на этом мы закончим. Всем спасибо за просмотр. И до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok